Всем привет! С вами Айдар Усманов на Универ ТВ. Осталось всего ничего до долгожданного снега и праздничного настроения. Но пока что мы здесь и сейчас. Перейдем к нашим новостям. День первокурсника Республики Татарстан прошел на площадке Казанского университета. В КФУ состоялась вторая международная конференция «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». Кто и для чего создает в Казанском университете эндауменфонд. 27 ноября масштабной галой концертом в Казани на сцене КСК «Уник» завершился республиканский фестиваль «День первокурсника-2017». Первое место в празднике студенческой жизни занял Казанский федеральный университет. Ты пришел в новый интересный мир. 28 ноября в стенах КСК «Уник» состоялся долгожданный галоконцерт «Дня первокурсника-2017». Это самое ожидаемое мероприятие для всех первокурсников. На протяжении нескольких месяцев ребята представляли на суд жюри свои конкурсные программы. Они готовились днями и ночами, чтобы их оценили не только строгие члены жюри, зрительский зал, но и почетные гости. Виктора вузов и мэр города Казани Ильсур Медшин. Хочу поздравить вас с тем, что вы стали студентами наших казанских вузов, от них из лучших вузов России. Влились наши огромный коллектив и, наверное, уже имели возможность почувствовать, что учеба в вузе – это не только сам процесс учебы. Это знакомство, приобретение новых друзей, это и тяжелый труд, и учеба. И некоторые, наверное, уже из вас начали заниматься научной деятельностью. А самое главное – это возможность проявить себя в разных направлениях. Стоит не забывать, что студенческая жизнь – это не означает то, что нужно вовсю грызть гранит науки, но и участвовать в столь яркой и красочной студенческой жизни. Я от имени города, от имени жителей хочу сказать всем «Добро пожаловать в Казань» для тех, кому Казань только начинает становиться родным городом. Потому что у нас более трети выпускников, первокурсников всех вузов нашей столицы приехали из-за пределов Казани и Татарстана. Добро пожаловать в Казань. После официальной части на сцену вышли лучшие студенческие коллективы. Помимо музыкальных и танцевальных номеров были показаны различные видеоролики, придающие самый главный смысл студенчества и молодости, смена поколений, привычек и стиля жизни. Это пара вышка. Это пара вышка. Это пара вышка. Покой день первокурсника без победителей. Третье место в ярком празднике жизни занял Кнетука ХТИ. Второе место Кнетука И, а победу одержал Казанский федеральный университет. Наш телеканал ввел прямую трансляцию дня первокурсника 2017 для тех, кто не смог посетить это событие. Диана Шилова, Леонард Ульсяров, Универньюз. В КФУ обсудили варианты модернизации библиотек на международной конференции. Как могут измениться библиотеки и как они влияют на обучение студентов? Ты узнаешь в сюжете Артема Тупичкина. 28 ноября в Казанском федеральном университете состоялось открытие международной конференции «Университетская библиотека в мировом информационном пространстве». На ней обсудили проблемы и возможности вузовских библиотек. Главной темой конференции стали пути развития. Спикеры предложили свои варианты модернизации электронных ресурсов российских организаций, в особенности высших учебных заведений. Конференция продлится до 30 ноября. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошло собрание директоров городских школ. Тема их встречи – обсуждение вероятности добавления в школьную программу нового иностранного языка. Об остальном тебе расскажет наш корреспондент Олег Кашин. 28 ноября Институт международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета провел третий методический семинар на тему китайского языка в школе. Участниками семинара стали директора казанских школ. Цель проведения методического семинара – это обсуждение включения китайского языка в учебную программу школ, а также разработка учебного плана и расширение образовательной деятельности по этому направлению. Говорить, что китайский язык появится в казанских школах, пока рано, но Казанский федеральный университет работает в этом направлении не первый год. И возможно, что в скором времени выпускники школ будут знать на один язык больше. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. Татарщадиктант привлек к себе внимание жителей разных городов России. Для кого и для чего была организована данная акция? А самое интересное, каковы ее настоящие цели? Выяснил наш корреспондент. В 10 странах мира и более 20 регионах России написали Татарщадиктант. И Казань не стала исключением. Данная акция состоялась на площадке Казанского федерального, и к участию в ней присоединилось более сотни человек. Здесь важно отметить, что масштабы образовательной акции Татарчадиктант успешно расширяются. Текст диктанта был выбран специалистами Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Именно они будут заниматься проверкой работ. Результаты диктанта будут опубликованы на сайте Татарчадиктант в течение месяца. Анализ наиболее часто встречающихся ошибок поможет усовершенствовать методику преподавания татарского языка в школах. В Казанском университете появился свой эндаумент-фонд. Кто его создал и кому это нужно, выясняла Аделя Шамилова. Казанский федеральный университет Есть обычный фонд, когда делают пожертвования и они расходуются. А эндаумент-фонд, сами деньги они не теряются. То есть вот то, что было вложено, после этого, вот 3 миллиона есть, это означает, что все, он может быть запущен. После этого формируются органы управления из тех людей, кто вот сделал эти пожертвования. И после этого они должны в установленный срок, я не ошибаюсь, в течение трех месяцев провести конкурс и выбрать из числа профессиональных лицензированных участников рынка специальную управляющую компанию. И все передать туда, в управление, и она уже будет размещать, то ли на депозитах, то ли в акции. И там тоже есть четкий перечень активов по степени надежности, куда это может быть вложено, чтобы они не сгорели, ну или там недобросовестные какие-то с ними не были сделаны операции. Важно отметить, что проект взял свое начало благодаря выпускникам КФУ. Ведь для регистрации эндаумент-фонда по российскому законодательству в фонде должно находиться не менее трех миллионов рублей. Это условия выпускники Казанского федерального выполнили сполна, внеся в эндаумент-фонд КФУ свои собственные средства. Но почему раньше в России этим не занимались? Попробуем разобраться. Потому что очень нестабильная финансовая ситуация, и какие-то долгосрочные инвестиции делать очень сложно. И в основном, то есть у нас есть благотворительные программы, они связаны на выплату стипендий, поддержку в международной мобильности. Надо сказать, что в этом плане университет работает неплохо. Как нам удалось выяснить, эндаумент – это целевой капитал, предназначенный для использования в некоммерческих целях, преимущественно для финансирования организаций, работающих в сфере образования, медицины, культуры или науки. Мы выпускники, которые гордимся тем, что мы университет закончили. Мы бы хотели и чувствуем в себе силу и возможности этот фонд создать. Так как это по аналогии со всеми студентами и мира, и Российской Федерации, везде инициатива по созданию эндаумент-фонда принадлежала выпускникам. Это такой must-have для всех университетов, которые существуют по миру, а тем более Российской Федерации. Чтобы разобраться во всей прелести проекта, заглянем немного в историю. Самым известным эндаумент-фондом является Нобелевский, созданный в конце 19 века. В соответствии с завещанием Альфреда Нобеля, средства, вырученные от продажи его собственности, следовало вложить в надежные ценные бумаги. А премии ученым выдавать с процентов от прибыли. Преимущество благотворительности посредством эндаумент-фонда для получателя средств состоит в том, что обеспечивается стабильный и постоянно растущий источник финансирования приоритетных научных исследований. Так что иметь свой эндаумент-фонд действительно многого стоит. Например, преимуществом для университета эндаумент-фонда является прозрачный характер его деятельности. Схема организации фонда предельно проста. Благотворители передают пожертвования в фонд целевого капитала, которым заведует управляющая компания, определенная конкурсным путем. Целевой капитал никуда не расходуется, используется только доход от вложения капитала, таких как акции и инвестиции. Переданные средства не тратятся сразу, а генерируют доход и финансируют проект на протяжении долгого периода времени. Как это и произошло в свое время с тем же фондом, известный миру как Нобелевский. Скорее всего, работа эндаумент-фонда в КФУ стартанет в апреле 2018 года, сообщают организаторы. Адель Шамилова, Ильдар Каримов, Универ Ньюс. На этом у нас все. Не забывайте перчатки и натягивайте по ту же шарф. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok